Магистерская программа — отделение Высшая школа правоведения Института государственной службы и управления Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, которое называется «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». Следует сказать, что первоначально эта программа возникла в рамках сотрудничества Академии народного хозяйства Института государственной службы с французским вузом Университетом Лазурного берега. Поскольку вопросы налогообложения являются достаточно важными для французов в силу того, что у них прогрессивная шкала налогообложения. Актуально сейчас для России, которая ищет эффективные механизмы пополнения федерального бюджета, обсуждает вопросы изменения системы налоговых сборов. В этой связи, безусловно, достаточно актуальными стали и выходят на первый план вопросы использования налоговых финансовых технологий, налогово-финансового администрирования в сфере организации государственного управления, местного самоуправления, а также в деятельности органов государства, учреждений государственных и негосударственных. В этой связи эта программа у нас была разработана и в дисциплинах, которые предлагаются для изучения, есть международный аспект и есть возможность одновременно при обучении по данной программе получить два диплома. Это диплом Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и диплом французского вуза Университета Лазурного берега. Что хотелось бы сказать по программе «Финансовое право, налоговое право и налогообложение»? Данная программа у нас является новой программой, мы ее запустили в прошлом году, однако уже осуществление образовательного процесса, набор на эту программу свидетельствует о достаточно большом интересе и востребованности этой программы. Особенно интересна программа для лиц, которые работают в налоговой системе, в налоговой сфере, работают в предприятиях, учреждениях, в бухгалтериях и связаны с осуществлением налогового администрирования, финансового контроля и надзора и сферы финансового надзора. В этой связи у нас выстроены достаточно тесные взаимодействия с налоговыми органами Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, субъектами Федерации, службой финансового мониторинга, счетной палатой и Федеральным казначейством, Министерством финансов, куда мы направляем своих магистрантов для прохождения практики. Там же рассматриваются вопросы об их трудоустройстве, либо приходят учиться лица, которые уже работают в этих органах для того, чтобы получить необходимые теоретические знания и опыт практического применения законодательства, регламентирующего область финансов, налогов и финансово-налогового администрирования. Программа имеет определенные преимущества. Преимущества программы обусловлены тем, что к осуществлению преподавательской деятельности привлекаются как профессорско-преподавательский состав, имеющий опыт работы в органах государственной власти и государственного управления, финансовых органах. Также привлекаются практики, которые работают на должностях в органах налоговой сферы, финансовой сферы, а также в сфере финансового надзора, в федеральном казначействе, в счетной палате. Это обеспечивает приобретение как теоретических знаний, так и опыта практического применения законодательства. Выпускники программы финансовое право, налоговое право и налогообложения приобретают компетенции в проведении экспертной оценки договоров по вопросам финансов и налогообложения, исключения двойного налогообложения международного уровня, межправительственного уровня и заключаемого между отдельными учреждениями, предприятиями, общественными объединениями межгосударственного уровня. Поэтому данная программа позволяет получить глубокие знания и опыт практической работы во всех сферах деятельности юристов и специалистов в области права. Это и разработка нормативных правовых актов, и просто актов правоприменительного характера. Это осуществление контрольно-надзорной деятельности, это навыки осуществления юрисдикционной деятельности, экспертной деятельности, консультативной деятельности. Это приобретение навыков выступления в качестве представителей организации и органов власти при рассмотрении арбитражных дел и дел в судах общей юрисдикции. Это консультационная оценка и, соответственно, экспертная деятельность и навыки медиации. Программа «Финансовое право» не имеет бюджетных мест, поэтому по всем трем формам обучения по очной, по вечерней и по заочной форме прием осуществляется по результатам собеседования, которое проводится в онлайн-режиме. По результатам собеседования принимается решение о рекомендации к заключению договора для обучения по программе «Финансовое право» и «Налоговое право» и «Налогообложение». Следует отметить, что учебный процесс организован таким образом и на очной форме, и на вечерней форме, чтобы была возможность совмещать работу с обучением на магистрской программе. Занятия проводятся в вечернее время с 19 до 22 часов и два раза в неделю в субботние дни, что создает комфортные условия и для совмещения работы, и для осуществления образовательной деятельности и получения знаний по программе магистратуры. Также имеет место проектный подход при подготовке магистрских диссертаций. Фактически, магистрские диссертации согласовываются с магистрантами, учитывается их пожелание, направление их профессиональной деятельности, для того, чтобы они по мере обучения более глубоко смогли изучить правовые основы, регламентирующие ту сферу, в которой они работают. Либо подготовить, определенно быть подготовленными по вопросам правового регулирования тех общественных отношений, в сфере, куда они имеют намерение трудоустроиться в последующем. Мы будем рады видеть вас на этой магистрской программе. Руководителем магистрской программы является ваш верный слуга Чапурнова Наталья Михайловна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, судья в почетной отставке, имеющий еще целый ряд заслуг перед Отечеством, что позволяет использовать свой теоретический и практический опыт при подборе профессорско-преподавательского состава, привлекать практиков к осуществлению образовательной деятельности, которые работают и в коммерческих организациях, в различных фирмах, проводят проверки, выступают в качестве экспертов в финансовой сфере. И поэтому это позволяет получить глубокие знания и подготовить высокопрофессиональных специалистов, как готовых с точки зрения общепрофессиональных знаний, так и специальных знаний, знаний права, правоприменения. И вопрос также заключается в том, что вот практически уже после первого курса, даже те, которые бакалавры пришли, не имея работы, они фактически уже трудоустроены и сейчас направлены для прохождения практики в те органы государственной власти, где они, в общем-то, имели бы намерение дальше трудоустроиться.